добрый вечер всем добрый вечер традиционный вебинар по четвергам 11 августа 22 года сегодня вот ну и сегодня поговорим по классической схеме то есть поговорим про проект проговорим про новости какие у нас новости в проекте вот ну и конце пообщаемся на свободную тему вот ну и давайте приступим зовут меня алексей новомович с 2005 года работал инженер программистом 2014 года немножко переключился в другую сферу вот и занялся новости с одной стороны был разработчиком другой с 14 года можно сказать я стал по другую сторону проекта я стал как в статусе инвестора вот ну и в общем то в статусе человека который занимается продвижением проекта вот ну и начнем естественно с проблем в транспорте вот которые каждому из вас присутствующих наверняка знакомы вот но здесь очень говорящие картинки особенно для таких стран как индия вот представители которых были на этой неделе у нас гостях вот мной мы видим здесь огромное количество полос видим аварии видим людей сидящих на крышах для нас немножко необычно вот ну а где-то в каких-то странах это прям реальность вот но естественно проблема которую надо решать вот помимо проблем в транспорте общественном есть проблема также и вот перевозкой грузов ну тоже я думаю что в принципе сталкивались с такими вещами заказывает какие-то товары из китая то есть в течение минут мы находим необходимую нам продукцию оплачиваем ее в течение минут и потом несколько недель ждем пока к нам эта продукция придет но понятно почему найдет долго вот потому что логистика вот к имеет свои нюансы вот ну и в общем-то тоже проблема которую необходимо решать вот ну естественно помимо таких вот логистических вопросов есть вопросы природного характера вот и где-то наших широтах боремся со снегом который выпадает на дороге вот где-то чуть южнее борются с песками вот но где-то там амазонки и у нас на припяти белорусская амазонка борется вот с паводками вот каждый который происходит каждый год в общем тоже это мешает движению вот но естественно не говоря уже про выхлопы вот про всевозможные аварии там с разливами нефтепродуктов вот такие вот ужасные картинки с выхлопами в небо ну сейчас слава богу такого нету вот но тем не менее тоже имело место нашей истории вот и продолжая проблематику в общественном транспорте ну если до этого говорили про эксплуатацию то сейчас мы поговорим немножко про строительство то есть чтобы построить дорогу казалось бы обычную асфальтовую дорогу необходимо провести целый ряд мероприятий то есть вырубка леса съем грунта то есть определенная подушка это все очень делается очень трудоёмко это но это стоит очень дорого делается медленно вот но все мы видели как строятся дороги то есть ну по несколько лет чтобы построить несколько там десятков километров надо подождать несколько лет то есть это и в общем сложно дорого вот и неэффективно вот ну и есть варианты дорог уже которые идут над землей вот но опять же это очень массивной конструкции медленно все это передвигается вот ну и вот и на пожалуй единственный самый такой прогрессивный наверно вот но в то же время которому уже больше 100 лет решения германии то есть действующий трамвай на подвесной надземный вот но тем не менее тоже конструкция оставляет желать лучшего вот скорости тоже вот поэтому есть уже на сегодняшний день более эффективные решения которых мы сегодня поговорим ну и не будем уже останавливаться только на канатных дорогах то есть тоже здесь есть ограничение и по скорости и по длине каната и то что двигаются одновременно все кабинки вот в общем вопросов хватает ну и все это как бы проблемы транспорта 20 века вот ну и переходя уже нас уже 22 год по сути дело мы уже на перешли одну пятую 21 века вот ну и самое время начинать внедрять уже новые технологии мы вот в общем то как когда-то предсказывал даже ванга своих предсказаниях что в 2018 года поезда начнут летать на проводах ну и в общем то мы видим на этой картиночке как поезда начинают уже летать на проводах пока не летают только у нас в беларуси вот но быть беларуси и в арабских эмиратах то есть посмотрим чуть позже вот но и постепенно на каждую неделю мы видим как нам приезжают возможные гости а вот на этой неделе будет были из индии вот но и в общем то мы начинаем видеть как эти летающие на проводах поезда начинают все идеи об этих летающих проводах начинают расходиться по всему миру вот но и называется данный транспорт струнный транспорт струнные транспортной системы skyway сейчас немножко уже струну в общем струны струны транспортной системы раньше они были под брендом skyway сейчас они под брендом и у ст низкий string technologies вот ну и переходя просто почему струнный это транспорт ну увидим вот эту яркую говорящую картинку струнные потому как есть рельс снаружи он выглядит как обычный рельс вот но внутри есть у него такая изюминка это струна вот эти струны натягиваются между опорами расстояние струн может быть до двух километров вот и так как эта струна в общем то она позволяет выдерживать большие расстояния это не железнодорожный рельс короткий расстояние могут быть и 100 метров и 200 метров и и вот в данном случае мы видим 400 метров красивая изящная получается струнная вот такая вот дорога которая действующая на которой я лично катался на которой катались многие из наших участников сегодняшних присутствующих видели проб трогали вот в общем то изящное красивое решение которое уже существует вот ну и сам струнный принцип он известен давно вот но в таком такой постаси его используют впервые ну и опять же говоря про транспорт второго уровня ну вот очень тоже говорящая картинка нет необходимости закапывать какие-то там впадины озера нет необходимости срезать горы то есть просто трасса поднимается над землей то есть дорога переходит в другую плоскость то есть по земле ходят люди и животные дети старики и так далее то есть убил биосфера над над землей получается как второй уровень транспортный уровень то есть и вынося транспортный транспортный уровень на 2 чуть чуть выше над землей мы сразу же получаем ряд таких преимуществ как вот мы видим здесь идеальная ровная поверхность вот никто не мешает скорость можно были большие делать вот но и соответственно легкость в строительстве и так далее так далее вот мы вот тут мы видим на картиночке три варианта исполнения есть жесткая посерединке где едут и сверху и снизу есть полу жестким рисунка сверху есть гибкие варианты исполнения то есть в общем то есть для города для для деревни для горной местности через реку перебраться то через какой-то враг то есть все эти решения легко здесь выполним вот но это вот мы видим картиночку уже из нашего экотехнопарка марина горки на фотографии вот и вот пример станции пассажирской станции которая позволяет ну во первых пассажиру зайти на нее то есть сесть в транспортное средство например на втором этаже на городское транспортное средство вот а если человеку необходимо ехать куда-то между странами там как куда-то более далекие пункты то поднимается человек на третий этаж и садится на высокоскоростной вот такой вот болид который со скоростью до 500 километров час позволит человеку добраться в интересующую его точку географическую точку то есть ну этот пример образец того какие станции станции будущего какие могут использоваться в дальнейшем городах вот на первом этаже там очень интересный из потолок каждый раз когда мы приходим туда смотреть ищем имена людей которые принимали участие набра на ранних этапах в формировании этого проекта вот ну в общем там много чего интересного и даже включая чертежи первые которым уже больше 40 лет то есть очень такой но интересный музейный музейно-транспортный такой комплекс тоже реальная картиночка то есть видим еще варианты исполнения на фоне вечернего неба вот но и автором технологии является антолий дардович ницкий вот который всю свою жизнь посвятил транспорту начиная со студенческой скамьи вот потом университет потом работал и в общем-то проводил конференции в гомеля собирал еще в 1988 году собирал конференции на больше чем на 500 человек это было целая космическая конференция всесоюзная вот ну в общем про работы было проделано много и к финальной стадии внедрения в общем-то приступили 2014 году но и самому анатолию дардовичу ему 73 исполнилось вот казалось бы по меркам вот наверное такой вот нашей белорусской реальности 73 уже много вот но тем не менее человек он мыслит не в рамках даже деревни не в рамках страны а рамках всего земного шара у него огромное количество планов он свои 73 в общем-то у него еще планов еще лет на 50 поэтому кто-то идет на пенсию в этом возрасте вот а кто-то только можно сказать встает на ноги и только-только начинает реализовывать свои большие мечты и планы вот поэтому мы берем пример многие глядя на его целеустремленность на протяжении столь долгого периода времени идти к своей цели как как моисей вот ну то есть ведет нас вперед вот к светлым светлое будущее вот но и много много было уже написано книг монографии вот одна из этих книг это струнно-транспортной системы на земле и в космосе то есть струнная система можно применять повсеместно вот есть целое научное обоснование то есть всем этим системам вот описано огромное количество книг вот тоже это я нахожусь в офисе у нас минске на ульте железнодорожной вот меня в руках книжка инженер одна из последних книг который был написан который в принципе освещает весь николай написал катался аж три раза до николай да видите катался три раза так что в счастливчик можно сказать вот так что ждем не дождемся когда у нас уже появится трасса в мариной горке вот чтобы мы катались три раза 30 раз 300 вот ну и уже дальше внедрялась городах и повсеместно вот ну и переходя таким вот немножко более техническим деталям вот мы видим здесь пример транспортного средства нашего вот и пример транспортное средство более ну скажем четырехколесного на 20 века вот мы видим что как вот стрелочками нарисован движение воздуха это коэффициент аэродиемического сопротивления мы видим что благодаря красивой такой вот форме изящной обтекаемой коэффициент сопротивления воздуха ну почти в 10 раз ниже сопротивление воздуха ниже чем в обычном автомобиле вот и мы все это конечно же дает большие преимущества то есть который позволит развивать большие скорости вот такие скорости как 500 километров в час вот и ну и в планах сделать for вакуумные даже трассы где скорость могут развивать вплоть до 1200 километров в час ну и переходя тоже к расходу топлива то есть очень минимальный расход топлива большая до 500 километров в час скорость то есть в разные варианты исполнения вот иногда раньше спрашивали упадет не упадет транспортное средство с рельсов ну пока тоже картиночки оказывает что есть сбоку специальные поддерживающие такие вот колеса вот и которые в общем то держит транспортное средство на на своем пути периодически мы затрагиваем тоже смотрим новости от компании которые показывают как происходит внутренняя кухня вот здесь мы рассматривали бихритоковый замедлитель вот таких вот ноу-хау в компании много вот и ну в общем всегда интересно их отслеживать смотреть как как какие-то изюминки нам дают смотреть что происходит внутри вот ну и переходя так в общем суммируя то что было выше сказано зелененьким здесь обозначен струнный транспорт вот ну и мы видим что по капитальным затратам то есть стоимость строительства струнный транспорт он самый минимальный ну понятно почему то есть минимум материалов используется для строительства таких дорог эксплуатационные расходы тоже минимальные но нет необходимости чистить от снега там от песка ремонтировать там латочный то есть так далее то есть все это же затраты эксплуатационные минимальные расход энергии так как транспорта на первых электрокар вот на остальных колесах май маленького размера то есть у него расход энергии тоже минимале плюс мотор колесо который коэффициент полезного действия там больше 95 процентов то есть это приводит к очень эффективному расходованию энергии вот оттекаемость форм то есть расход энергии здесь минимальный вот при этом при всем вот пропускная способность у него может быть больше чем в метро то есть мы видим здесь зелененький столбик он находится выше чем мы метро чем трамвай за счет того что транспортные модули могут идти очень часто вот они могут быть различной конфигурации то есть и 2 3 4 5 там 30 местные и вообще-то все это позволяет сделать очень высокую пропускную способность загрязнение окружающей среды минимальная ну понятно что это электрокар на остальных колесах поэтому загрязнение окружающей среды минимум транспортная аварийность тоже минимум то есть просто за счет того что мы подняли транспортную систему над землей она не пересекается с с другими людьми животными и другими автомобилями транспортная аварийность тоже вот видите снижается очень сильно ну и таким образом ну можно сделать выводы что перед всеми существующими видами транспорта струнной транспортной системы на голову выше чем все остальное то есть в принципе соответствует всем требованиям мобильности в двадцать первом веке вот ну и тоже видим здесь целую линейку то есть 2 6 14 20 30 местные транспортные средства которые предназначены каждый для своих задач где-то в городе и между городом и далее есть решение грузовые вот которые тоже востребованные тоже изначально бизнес плане они прописаны не были вот но они появились потом так но с течение времени были заказы были была заинтересованная поэтому шили сделать грузовые решения а понятное дело что огромное количество сертификатов огромное количество патентов огромное количество дипломов всевозможных выставок за последние годы было накоплено евразийские патенты европейские патенты то есть это огромная-огромная защитная так скажем функция у них имеется то есть но и интеллектуальной собственности вот но и тоже огромное количество вот в частности видим публикаций что зао струнной технологии транспортная сфера есть технопарк в беларуси этих на парк в объединенных арабских эмиратах то есть все это постоянно работа ведется на выставках присутствует люди пишут дипломы вот компания поощряет молодых специалистов проводит между среди молодых специалистов такие вот конкурсы кто занимает первые места получает возможность трудоустройства то есть молодые таланты тоже приветствуются молодые инженеры то есть на самом деле в компании больше 600 человек сейчас работает то есть востребованы и архитекторы дизайнеры и сборщики компоновщики то есть там огромное огромное количество вакансий которые можно посмотреть в интернете на публичных ресурсах вот но и периодически а вот недавно была новость хорошая про то что зао струнной технологии получила статус национальная научной организации вот причем при том что таких организаций очень мало вот ну тем не менее заустро и сноги стала получила статус научной организации то есть они пошла на аккредитацию в национальной академии наук вот но и периодически мы смотрим тоже как как происходит всевозможность совещания. Тоже видим, здесь очень интересная такая обстановка. Анатолий Дородович живет сейчас на, можно сказать, на две страны. То есть большую часть времени сейчас проводит в Объединенных Арабских Эмиратах, потому как там сейчас строится активная фаза трасса. Мы посмотрим сегодня новости на эту тематику. Постоянно мы видим каждый год, как проводится финансовый аудит. То есть компания старается быть максимально прозрачной. То есть если у кого-то возникают вопросы, на что тратятся деньги, то есть каким образом что происходит, то финансовая отчетность всегда в таком вот виде, в развернутом, выкладывается на общественные ресурсы, и можно смотреть, в общем-то, чем живет, что делает компания. В Минске находится несколько зданий собственности. Это одно из первых зданий на Чепотарево, недалеко от тракторного завода. Второе здание у нас тоже, кстати говоря, на улице железнодорожной. То есть то здание было недалеко от тракторного завода. Такая вот транспортная тематика. А это здание находится на железнодорожной 33. То есть улица тоже транспортная. Вот это здание находится в собственности. И здесь, в общем-то, сейчас находится весь интеллектуальный потенциал, все кадры, которые занимаются, в общем-то, ну, в общем-то сказать, разработкой чертежей, документации и так далее. Ну, а в шабанах находятся уже руки. Руки, которые собирают подвижной состав, которые подвижны, видите, здесь на картиночке как раз-таки, как собирают юнибусы. То есть и дальше эти юнибусы, которые собираются, эксплуатируются в Мариной Горке, то есть тестируются, пробуются и так далее. Ну, и здесь уже 36 гектаров в Мариной Горке, у которых уже построено 5 действующих трасс, еще 2 трассы в процессе строительства. Ну, и вот тоже хорошая картиночка, где видно все возможные... То есть даже можно сказать, что не только здесь видны все транспортные средства, которые у нас имеются, но и мы видим здесь, как вот транспортная система, которая находится над землей, как отдельный такой слой, как отдельный уровень, на котором... То есть можно здесь снизу гулять спокойно, где сверху над тобой где-то ездят какие-то транспортные средства, перевозят людей. Ну, и вот такой немножко взгляд, можно сказать, в будущее. Вот. Ну, и когда Беларусь показала вот эти все возможности, что все это работает, что все это ездит, Объединенные Арабские Эмираты заинтересовались очень сильно и пригласили Анатолия Дуровича Юницкого к себе. Вот. И с таким предложением отдавайте. Ну, у вас, понятно, там европейский какой-то мягкий климат, вот, а попробуйте сделать это у нас в жаркой стране с такими вот максимальными температурами. Вот. Ну, на что Анатолий Дурович с удовольствием согласился. Вот. Ну, и тогда еще... Иногда, как бы, может быть, кто-то даже упрекал вот в таком решении. Ну, он сказал, что если был бы заказ из... То есть с полюса, там, или с южного полюса, или с северного полюса, то сделали бы и там. То есть там тоже необходимо... То есть транспортные системы, они могут работать как в жарком климите, так и в холодном. То есть это такое универсальное транспортное средство, которое можно демонстрировать где угодно. Ну, и также мы видели недавно ролики по освоению Арктики. Тоже очень интересное такое направление по освоению новых территорий. Вот. Ну, и продолжая тему Объединенных Арабских Эмиратов, сейчас там построена одна трасса и действует уже, на которой катаются. Вот. И вот сейчас строится четвертая трасса. Видим здесь прям как вот кладут струны. Очень интересный кадр. Вот. Целая такая вот сетка... Ну, не сетка, ну, вот пучок струн, который аккуратненько разложен, и который потом будет монтироваться вот в эти наши струнные прямоугольники. Вот. Ну, в общем, видим, что немножко такая внутренняя работа. Вот. Ну, и вот это вот уже действующая трасса номер два. Вот. Где, в общем-то, и катают, приглашают, показывают сейчас делегации со всего мира. Ну, и вот, допустим, на выставке... Ну, в 21-м году были просто приезжали репортеры со всего мира, делали репортажи. Там, из Японии приезжали из Канады, из Бразилии. Вот. А в 22-м... В 21-м, 22-й год проводилась выставка в Дубае, посвященная его 50-летию. Это Экспо 2020. Ну, и, в общем-то, было огромное количество делегаций. Вот видим делегации из Африки. Причем из Африки было очень много делегаций. То есть вообще за все время посетило наш центр больше ста правительственных делегаций. Из разных стран мира. Из России, из Индонезии, из Африки. То есть абсолютно из разных мест. Ну, его все оставляют очень позитивные отзывы. Это была европейская, по-моему, из Праги делегация. Вот эта делегация мы видим из Индии. Вот, кстати говоря, вот на этой неделе была очередная делегация из Индии. Вот. Ну, не зря мы видели картину в начале нашей презентации о том, что в Индии, ну, там, очень сложная ситуация. Вот эта делегация из Объединенных Арабских Эмиратов. Тоже мы видим, ну, один из известных отзывов, что спасибо за прекрасную демонстрацию. Это действительно транспорт и перевозки будущего. Я очень рад попытаться по мощному проекту продвинуться как в ОАЭ, так и в моей родной, в Австралии. Вот. Ну, то есть идет такая вот популяризация. Вот. Ну, и заглядываем немножко вперед. Вот, естественно, вот как просто пример того, что может быть в городе, как может использоваться транспортное средство. Потому что иногда говорят, ну, как вы там, допустим, ну, понятно, там между городами легко можно встроить. А как это происходит в городе? Ну, вот, допустим, пример станции, которая может находиться где-то в городе, где могут ездить обычные машины. Вот. Но при этом, при всем, есть две дороги, вот, которые на разных уровнях. Люди здесь, станции пересадки. То есть все это может очень легко встроиться. Ну, в любой, в принципе, город и эксплуатироваться. Вот. Ну, это пример, вот, допустим, как это может быть за городом. То есть, ну, и вот видим башенку. И что характерно для данного вида транспорта, то есть, как-то тоже немножко я не сразу это осознал. То есть, раньше, то есть сейчас люди, чтобы куда-то отправиться ехать, спускаются вниз на лифте на первый этаж. То вот в такой конструкции людям придется на лифте подниматься вверх на 20 этаж. Там где-то там садится на транспортное средство и дальше двигаться туда, куда он едет. То есть, немножко меняется логика даже посадки людей в лифте. То есть, раньше вниз, а потом это может быть вверх. Ну, и продолжая рассматривать вот эти небоскребы, видим, что вот такую систему линейных городов, или тут даже не то, что линейных, а как целая шахматная система городов, в которой в центре поселка находится такая доминанта башня, в которой могут находиться какие-то общественные рестораны, поликлиники, детские сады и так далее, и так далее, то есть общественные места. А люди сами живут непосредственно вот вокруг этой доминанты в своих частных домах на природе. Ну, здесь видим мы купольные дома, видим, то есть, всевозможные. Ну, в общем, люди живут в своих комфортных на природе условиях. Вот, и при этом они не отрезаны от цивилизации, потому как дойти до течения, там, минут пяти до этой башни, подняться на нужный этаж, сесть на транспортное средство, и, в общем-то, ты поехал туда, куда душе угодно. Вот такая концепция очень интересная. Вот, и за концепцию линейных городов Анатолий Дардович даже получил несколько грантов от Организации Объединенных Наций. Вот, ну, и вот тоже вот еще пример того, каким может быть линейный город. Ну, и как обустройство вокруг этого, вокруг этой трассы, как живут люди. Вот еще, кстати, тоже мы недавно рассматривали, как могут выглядеть, допустим, кластерные такие поселения. То есть здесь мы видим тоже немножко другой дизайн. Вот, ну, здесь мы ввели новое понятие, такое, как горизонтальный небоскреб. То есть, если раньше небоскребы были у нас вертикальные, вверх смотрели, то тут мы видим горизонтальные небоскребы. Ну, и тоже там отдельная философия жизни в этих домах. То есть, ну, кому интересно, можно посмотреть предыдущие вебинары. Вот, ну, и вот, переходя вот к более глобальному видению, то есть все эти линейные города могут объединить, допустим, город линейный там Минск, допустим, Брест, Минск, Витебск, Минск, Гомель. Дальше это может быть продолжение там Минск-Москва, то есть Минск-Могилев, Минск-Москва. Ну, и, в общем, такая сеть дорог может сформироваться, вот, ну, и уже такая надземная транспортная сеть, которая может получить название Транснет, то есть транспортная сеть. То есть есть сейчас сеть интернет, сеть для передачи данных, вот, а это транспортная сеть, сеть для передачи людей и грузов. Вот, ну, и, так скажем, завершая такое небольшое видение на будущее, то есть видели мы также книжечки, что струнные транспортные системы на Земле и в космосе. И вот это еще одна программа Анатолия Дарвича Гницкого по освоению космоса, где также применяются струнные транспортные системы. Вот, ну, на них сейчас тоже, как бы, отдельно останавливаться долго не будем, вот, но, тем не менее, кому интересно, можно будет в интернете. Эту тему тоже посмотреть, то есть есть ролики, вот, и много описаний, то есть общепланетное транспортное средство Юницкого ОТС. Вот, ну, и, переходя, возвращаясь в день текущий, текущий этап, мы находимся сейчас в преддверии 15-го этапа, то есть вся программа была построена вокруг бизнес-плана. Бизнес-план был представлен еще в 2014 году, то есть как мы будем развиваться, что мы будем делать, какие транспортные средства внедрять, какие варианты и так далее, и так далее. Вот, ну, и, в общем-то, в преддверии 15-го этапа нам осталось, по сути дела, две задачи выполнить. Это достроить 20 километров высокоскоростной трассы, вот, и достроить трассу для контейнеров перевозок. То есть мы уже видели в начале, что вот есть часть работы проделанной, вот, две задачи остались на 15-й этап. Объем инвестиций на данный этап порядка 100-150 миллионов долларов. Ну, может быть, для новичков это выглядит как-то цифра большая, но на самом деле такие системы стоят намного-намного дороже. Вот, и уже, в принципе, в проект столько же или даже больше денег уже пришло путем вот такого вот народного финансирования. То есть когда люди понимают ценность проекта, когда им это нравится, и они хотят участвовать, вот, и таким образом больше 100 миллионов долларов было собрано вот таким вот с миру по нитке, и проект мы, в общем-то, запускаем. Ну, и уже немножко затронули тематику, то есть есть люди, которые, инженеры, которые разрабатывают транспортную систему, транспортную систему, а есть люди, которые все это финансируют, то есть инвесторы. Ну, и такими инвесторами могут быть как студенты, так и пенсионеры, так и рабочий люд, класс. Вот, поэтому есть специальные площадки, площадка СВЦ, на которой человек регистрируется. Если ему эта тема отзывается, он хочет стать инвестором, поддержать хочет проект, он выбирает для себя пакет. Пакет может быть разовый, пакет может быть на просрочку. Ну, в общем-то, на любой вкус. То есть это может быть за 50 долларов, это может быть за 10 тысяч долларов в месяц. То есть каждый выбирает свое. Ну, естественно, взамен он получает определенную свою долю в проекте. Вот, эта доля за ним закрепляется. То есть тоже есть специальные, ведутся учетные книги, кто сколько вложил, кто сколько имеет долей. Вот, и в дальнейшем уже при выходе на какие-то биржи, вот, эти доли будут конвертироваться в акции. Вот, и уже в дальнейшем на публичных биржах это все будет делать, торговаться. Вот, ну, естественно, как, допустим, при строительстве дома. То есть если мы начинаем, входим в строительство многоквартирного дома на этапе котлована, то цена будет одна, ну, предположим, там 2000 долларов. Если мы входим в строительство дома на этапе, там, пятого этажа, цена уже будет дороже. То есть это уже будет там 2200 долларов или рублей за квадрат. Ну, и уже в конце, когда дом готов, то цена на этот, на квартиру уже будет не две, не две с половиной, а там три или там три с половиной. Вот, ну, точно так же и здесь. То есть чем ближе мы к окончанию проекта, тем стоимость доли, она растет. Вот, ну, и таким образом, ну, мы получаем, ну, всегда любой проект инвестиционный, он делится на прибыль и риски. То есть чем больше риски, тем больше должна быть прибыль. Чем меньше риски, тем, соответственно, меньше, меньше и прибыль. Вот, ну, и здесь это тоже баланс сохраняется. Вот почему выгодно поддерживать проект? Ну, тоже мы все это, в принципе, перечислили. То есть это проект, который решает много-много проблем транспортных. Вот, проект, который имеет право на жизнь, на, то есть на повсеместное внедрение. Вот, ну, и, соответственно, чем больше будет построена дорог, тем дороже будет стоить доля, которую инвестор приобрел, тем дороже он сможет ее продать на бирже потом. То есть, ну, и, соответственно, создать для себя некий капитал. Ну, естественно, это все при успешном внедрении, при постепенном, при успешном внедрении проекта в жизнь. Вот, ну, и, естественно, это тоже наследство как детям и внукам. То есть это, ну, в общем-то, как собственность, то есть, которая закрепляется за человеком. Вот, ну, и в целом это было такими крупными мазками по проекту. Вот, и переходя к обзору новостей, новости идут постоянно. Постоянно приезжают, вот тоже затрагивали сегодня там делегацию из Индии. Вот, тоже про это немножко позже поговорим. Ну, и вот на этой неделе сейчас организуется очередная выставка, которая будет проходить еще в 23-м году, то есть через год. Вот, но тем не менее уже сейчас начинают приезжать гости. Вот, и в частности в Центр испытаний в Шарже посетили Савмия Елапа и Оливер Бул. Вот, менеджеры выставили, кстати, Бул, интересная фамилия. У нас была инвестор Виктория Бул, Буль. Вот, менеджеры заставили Mobility Life Middle, так, менеджеры выставки Mobility Life Middle East. Вот, ключевое событие произойдет в 23-м году. Вот, они посмотрели, ну, видите, всех улыбки на лицах, то есть довольные. Их, естественно, провели по полному маршруту, то есть и покатали, и показали центр управления, и показали линейный город, и провели совещания. Вот, и их сопровождали сотрудники научно-исследовательского парка. Вот, ну, и на что, допустим, обратили гости внимание, так это на то, что с помощью этого вида транспорта очень становится, упрощается освоение труднодоступных территорий. Вот, и развитие международных транспортных сетей. То есть, каждая делегация, что интересно, они обращают внимание на разные вещи. Вот, вот здесь вот мы видим, что именно труднодоступные территории. Вот, ну, и, кстати, а, ну, и улучшение городской, региональной, глобальной экологии. То есть, ну, вот, экология, в принципе, тоже такая красная нить, она идет по всему проекту. И очень много людей поддерживает проект, вот, с точки зрения даже экологии. То есть, ну, каждый, каждый находит свое что-то, вот, но очень много людей именно с экологической точки зрения. Вот, ну, и тоже, естественно, отзывы. Не естественно, а, как всегда, да, позитивные. Оставили тоже запись в книге, в гостевой книге. Вот, ну, и тут снизу немножко плохо видно, но тоже благодарят, что, вот, позволили увидеть то, как может выглядеть мобильность в 21 веке. То есть, такие вот открываются людям перспективы. Ну, и переходя к транспорту, к Индии, вот, мы видим, что струнный транспорт заинтересовал представителя Министерства туризма Индии. Вот, Центр испытания и струнной технологии в Шарджи продолжает принимать делегации всего мира, и на этот раз площадку посетил Ян Синг Ратор, представитель Министерства туризма Индии. Его сопровождал Сирил Саджи Джордж, управляющий партнером международной строительной компании Экольд Бюдинг Констрактинг. Вот, ну, и они, соответственно, обсудили, так как он министр туризма, вот, а Индия, это один из, один из туристических мест в Индии, это штат Гоа, вот, ну, в общем-то, рассмотрели, как можно внедрять все это, вот, в том, в горной местности на Гоа, вот, ну, и опять же, тоже, в конце ему подарили книгу представителю, вот, ну, и, в общем-то, он оставил тоже положительный отзыв, то есть, ну, и повезет дальше эти идеи, ну, в свою страну. Вот, ну, и тоже еще одна новость по поводу, Юницкий обсудил с командой установку рельс в Шарджи, тоже вот эта картиночка интересная, ну, в общем, это такая, как бы, немножко внутренней кухни, то есть, как происходит порой совещание, где-то на улице, где-то в крытом павильоне, ну, вот мы видим, вот, пучок струн, причем это даже такие струны, не то чтобы струны, как, прям, как канаты, или даже что-то толще, то есть, это как раз-таки струнная трасса, которая будет предназначаться для контейнеров, вот, масса контейнеров до 60 тонн, то есть, это сумасшедшие нагрузки, которые будут ложиться на эту трассу, но, тем не менее, то есть, ну, мы видим и соответствующее исполнение, то есть, тут, ну, наверное, десяток таких вот толстезных, если вот сравнить, допустим, с рукой Анатолия Эдуардовича, то тут канаты, ну, наверное, как несколько пальцев в толщину, вот, и это целый пучок, ну, и, то есть, он должен выдерживать нагрузки, которые будут приходиться, естественно, от контейнера, то есть, очень-очень мощный такой, получается, струна. Ну, и продолжая тему именно партнерского информации для партнеров, недавно, совсем недавно опять появился в доступ пакет Faces of the Future, что означает «лица будущего», вот, ну, и каждый инвестор, который поддерживает проект этим пакетом, получает свою собственную голограмму в Марьиной Горке, в Экотехнопарке, вот, ну, так как я говорил вначале, что инвесторы, которые поддерживали проект на раннем этапе, могут найти свои имена на потолке, вот этот потолок, как звезд, звездное небо, и каждый раз мы бежим, смотрим, свое имя не пропало ли, точно так же будет еще уголочек с голограммой, Faces of the Future, вот, и там будет аж целый портрет того человека, то есть, ну, такой вот запечатлельный истории. Это, кстати говоря, один из самых популярных пакетов, вот, который был в прошлом году, позапрошлом году, вот, и, ну, вот прям, и памятно, вот, и здесь вот снизу написано, с предложением Faces of the Future за 5000 долларов вы можете получить 450 тысяч долей, то есть это почти полмиллиона долей, вот это на 275 тысяч долей больше, чем за единовременную инвестицию на ту же сумму со стандартным дисконтом текущего этапа. Ну, по сути дела, это такая вот хорошая скидка, вот, ну, понятное дело, что объем тут не 50 долларов, а 5000, вот, ну, это, в принципе, стоит того, чтобы попробовать, ну, у кого, естественно, есть возможности, и вот такие вот предложения. Так, ну, и продолжая партнерский маркетинг, тоже сейчас проводится специальный челлендж, вот, есть разные призы, то есть есть розыгрыш до миллиона долей, вот, есть путешествие в Доминикану, есть купоны X2, есть дисконт 1 из X100, которые остаются для вас, или можно поделиться с друзьями, то есть возможностей очень много, поэтому, в принципе, в кабинетах можно все это изучать, вот, и пользоваться пока такая возможность есть. Вот, ну, в принципе, по новостям на этом все, вот, поэтому, кто-то, если какие-то вопросы есть, пишите, вот, Олег, заходи, у Олега всегда есть свое интересное мнение по любому вопросу, поэтому всегда с удовольствием слушаем, общаемся, вот, ну, и, Олег, тебя только не видно, включай камеру, хотим... Спасибо за вебинар, слышишь меня, да, хорошо? Да, да, слышно, слышно, да. Спасибо, все спокойно, как всегда, выдержано, вот, эмоции будут у меня через неделю, да, вот, Леша так спокойно сказал, вот, ну, в Доминикану есть, мы о чем говорим, что там, в Доминикане, это, вот, руководство приняло, к сведению, предложение Ольги, сестры моей, да, которая очень активно развивает, ну, как Ольга и Наталья, транспорт, продвижение транспорта в Латинской Америке, в частности, в Доминикане, вот, мы говорим о том, что новостей, когда нет официальных, мы много не говорим, поэтому, кто хочет воочию увидеть движение, как там все движется в Доминикане, там очень открытые люди, я рекомендую все-таки попробовать из тебя об этом, в челлендже, в этом, да, вот, выполнить условия, вот, я думаю, что мы с Алексеем должны там быть, правильно? Ну, будем, по крайней мере, стараться, да, по максимуму сделать, да. Да, потому что, в принципе, Ольга нас уже приглашала, в любом случае, вот, поэтому у Оли там будет юбилей отмечательно, поэтому вот, Ириша тоже приняла такое вот, скажем так, интересное предложение от Ольги, и, видите, сейчас активные партнеры поедут раз в Доминикане, то есть, там, сам, по себе, транспортный очень, то есть, курорт такой, это Карибские острова, можно сказать, пираты Карибского моря, да, вот, поэтому это очень красиво, очень здорово, естественно, что мало кто там был, вот, по крайней мере, из Белоруссии, да, поэтому есть возможность туда попасть благодаря вот этому вот, вот, думаю, я вас тоже призываю. Ну, а так, Лёш, спасибо большое, конечно, за очень здоровые, скажем так, новости для меня, которые в прошлый раз меня очень сильно будоражили, это то, что Антолий Гатович уже был на Суисане, именно в Абудане, да, потому что Бугович очень большой, скажем так, и раз, и вот это вот, там, вот культурные ценности, вот представленные уже для туристов очень много, поэтому делать очень много, и, конечно же, не зря я спрашивала, что если будет несколько раз в адресных проектах, сможет ли нас производство выполнить за каждый строк вот там на то, на то, в общем-то, ну, не ответственно положить, поэтому мы с вами не просто ждем очистительного соревнования, предлагаем передать партнеров, сейчас вот у меня тоже есть люди, которые не просто инвестировали, а стали как вот москвой парень, который познакомился с Дерилом, он тоже сейчас интересовался в протяжении данного, скажем так, продукта по всему миру, ну, в общем, чем вот такие новости уже по строительству, адресных проектов, конечно же, люди просыпаются, понимают как они инвестируются, поэтому нам с вами нельзя, мы с вами очень много инвестировали, много людей, и сейчас есть возможность сказать новости, и разные новые люди, там они буквально уже будут очень вам благодарны. Вот такое мое место. Да, Олег, благодарю, спать нам некогда, так что продвигаем, идем вперед.